То есть он говорит о том, что это было неумышленное убийство, он как сторона защиты в ходе предварительных судебных заседаний неоднократно заявляла о том, что это статья 104. Самое ограничение может быть и, насколько я помню, до трех лет еще не свободно. То есть якобы он ее случайно родил. Но в видеозаписи, которые сегодня просматривались, в видеозаписи мы видим, что это умышленное деяние, и он неоднократно ей наносил удары. И более того, судебно-медицинская экспертиза полностью утверждает не менее 13 травматических ударов только по голове, а по другим частям тела их невозможно посчитать. Только наружные повреждения, чтобы вы понимали, занимают две с половиной страницы компьютерного текста. А то, что Байжанов тоже не признает ни одной из... Ну это право на защиту, мы не можем... А там как разница, да, вот это вот наказание? То есть если бы нам вообще... По обеим статьям до шести лет лишения свободны. До шести. То есть и ограничения он суд может дать, может и до шести лет лишения дать, может и два дать, и вот дать, это на усмотрение себя. А то, что он не признанет и вообще может не споединить. Ну это было право. Ну это отвечает, понятно. Понятно. Ну положение. Ну как вы считаете, вам удалось раскрыть? Ну вот, со скотчем, не кажется... Я думаю, что в второй части сбитное заседание, это трансляции не было, но на видеофайлов просмотренных на полу действительно нет скотча на 5 метров. Это вот план в промежутке с 6.43 до 8.24. Однако, когда приезжает полиция, скорая скотч появляется, откуда, непонятно, на нем ДМК Мухеновой находит. То есть она соприкасалась с салтанатами. Куда дальше это делся случая? Куда делась окровавленная рубашка? Более того, мы в Укистане, что там была другая область. Все копало. Вот самое главное, на одном из видео салтанат поднимает рубашку, полностью окровавленная, она говорит, это будет уликой. Она уже вся избитая, она вот так поднимает и говорит, это будет уликой. В дальнейшем приседовали ни машины, ни туалета, ни комнаты. Эта рубашка так и не была найдена. Сейчас на вопрос, где эта рубашка, Ксидина Башимбаевка, Кабайжана заявляет, что они не знают. Они не знают, куда делся наш отырный спирт, откуда скотч появился. Только что госпожа Рамазанова мне прокомментировала, что в 27 видео есть только одно видео, в которое он там наносит какие-то повреждения. То есть имеется в виду не наносит повреждения, а какие-то физические действия делает, он там бьет, может быть. А на остальных видео этого нет. Мне кажется, вся страна видела те ужасающие кадры, где салтанат избивают неоднократно, поднимают за волосы, потом за волосы затаскивают сначала в туалет, потом виб-кабинку, где он и ногами, и руками, неоднократно наносит повреждения. Более того, сам подсудимый Башимбаев в суде признался, что да, действительно, он наносил удары. Но это вот то, что с камеры БАО. А мы спрашиваем, я спрашиваю про 27 видео, которые обнаружены. 12 видео было обнаружено на телефоне самого Башимбаева, о которых он забыл. И на одном из этих видео он действительно наносит удар ногами. Все-таки удары были? Конечно, были. Мы сейчас их исследовали. Мне кажется, в ходе трансляции даже был слышен этот пинок. И она отлетает, там кровь везде, по всей комнате. Это жуткие кадры, поэтому мы просили их не транслировать, потому что дети трансляцию смотрят. Родители салтанат смотрят трансляцию, им дальше нужно как-то жить. Поэтому мы просили не транслировать и все смеете. Потому что там действительно сцены насилия есть.